Эту встречу президентов эксперты еще до саммита называли этапной. Евразийскому Союзу как воздух необходим новый импульс в развитии и символичный. Ровно два года назад здесь же в Астане Александр Лукашенко, Владимир Путин и Нурсултан Азарбаев подписали монументальное 700-страничное соглашение о создании Союза и большие ожидания от объединения. Но насколько они оправдались, это, пожалуй, одна из ключевых тем дискуссии. Более скромный антураж нынешней встречи располагает к деловому разговору. За столом уже не три, а пять президентов. К странам-основательницам присоединились Армения и Кыргызстан. Идут переговоры о сотрудничестве с Китаем. К тому же практически готовы соглашения о свободной торговле пятерки с Вьетнамом. Беларусь завершила его ратификацию. Указ об этом Александр Лукашенко подписал сегодня. Его суть в обнулении пошлин на большинство товаров, которыми торгуют страны ЕАЭС с Ханоем. Эти темы, а также подходы для сотрудничества с Евросоюзом президент обсудили в узком составе. Отметив, расширяя границы и налаживая контакты с другими объединениями, ЕАЭС завоевывает авторитет. Прежде всего, хотелось бы поздравить важной датой всех нас, второй годовщины подписания договора о Евразийском экономическом союзе, если вы помните, который произошел здесь, в Астане, два года назад, 29 мая. Российская федерация, Казахстан и Беларусь дали старт. Наш состав пополнился Армении и Кыргызстаном. И деятельность Евразии набирает навороты. Обратная сторона медали в том, что главная идея союза, которая заключается в четырех свободах, передвижение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, не реализована. Так называемая «белая книга изъятий» не стала меньше. До сих пор в ней сотни позиций. От алкоголя и лекарств до энергоресурсов. А взаимные торговые войны, может, и потеряли накалы остроту, но не ушли в прошлое. К примеру, белорусские производители редко получают доступ к российским госзакупкам. Всё это вместе и создаёт весьма запутанный клубок проблем, распутать которые можно лишь совместными усилиями. К сожалению, не всё развивается так, как мы планировали. Проблемы ещё остаются. Самое острое из них мы сегодня обсудили. Во-первых, следует избавиться от внутренних изъятий и ограничений во взаимной торговле. Как бы наше объединение не эволюционировало, сначала таможенный союз, затем единое экономическое пространство, наконец, Евразийский экономический союз, количество этих изъятий и ограничений не изменилось. Так и осталось на уровне шести сотен. Равные экономические условия для государств-участников ЕАЭС и безбарьерная среда до сих пор не созданы. Более того, после подписания договора наш внутренний торговый оборот только падает. Нереализованной остаётся инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС в условиях применения одним из государств-членов односторонних мер защиты рынка в отношении третьих стран. В сентябре прошлого года на заседании Евразийского межправительственного совета приняты основные направления промышленного сотрудничества. Мы определились с параметрами согласованных мер по поддержке национальных производителей. Теперь необходимо активно приступить к практической реализации поставленных нами же задач. Хотел бы отметить и поддержать Александра Григорьевича Лукашенко в том, что до сих пор очень много различных барьеров между нашими странами. Я озвучивал в узком кругу ряд таких вопросов. Я хотел бы призвать, чтобы мы и впредь воздерживались от мер, способных поставить под угрозу достижения основных целей и задачи интеграции и направлять свои силы в первую очередь на устранение вот таких барьеров, которые могут дискредитировать саму идею союза. В вопросах интеграции Беларусь традиционно выступает за максимальное сближение и самый тесный союз, без изъятий и ограничений. Эту концепцию Минск предлагал еще до создания ЕАЭС. Продвигал во время председательства в первый год работы организации. Придерживается ее и сейчас. Один из основных вопросов нынешней встречи – выработка концепции для общего рынка электроэнергии. Он должен заработать к 2019 году. А 2025 – ориентир для единого пространства нефти и газа. Казалось бы, время еще есть. Но Александр Лукашенко предупреждает – долго раскачиваться не стоит. Нам сделаны первые шаги по интеграции в энергетической сфере. Выработана, утверждена концепция формирования общего рынка электроэнергии. Сегодня мы рассмотрели такие же планы по газу, нефти, нефтепродуктам. Но от концепции до их воплощения в жизнь путь иногда бывает очень долгим. И причиной тому мы являемся сами. Наряду с этим давно обсуждается вопрос о создании единого рынка лекарственных средств и медицинских изделий. Однако и здесь дальше разговоров дело не пошло. В сегодняшней повестке дня многие вопросы связаны с определением места нашего Союза в мировой экономической системе. И все, что я сказал прежде, нужно для того, чтобы уверенно вести диалог с внешними партнерами. Для этого нам необходимо сформировать собственный высокоразвитый единый рынок. Нам надо самим быть сильными, надо укреплять всячески свой союз. Тогда нам легче будет вести диалог и с Европейским Союзом, и с Китайской Народной Республикой, и с другими. Тогда мы будем сильными выступать с единых позиций. Пока этого нет. А без этого Евразийский экономический союз не сможет эффективно реализовывать как внутреннюю, так и внешнюю политику. Спасибо, Александр Григорьевич, за ваши замечания. Это надо в работе комиссии учесть. Критикой Александра Лукашенко коллеги согласились. При этом президент Армении еще раз акцентировал внимание на важности общих сырьевых рынков. А Владимир Путин привел данные о том, насколько интенсивна идет работа по устранению ограничений. Заодно пригласил партнеров к участию в российских импортозамещающих проектах. Не могу не согласиться с коллегами, которые выступали по поводу того, что их еще очень много. Напомню только, что из выявленных на этапе подготовки договора по Союзе 422 торговых ограничений, более 80 уже устранено, еще около 30 находятся в процессе отмены, а 16 должны быть ликвидированы в течение текущего 2016 года. Перспективно видится подключение государств Союза к программе импортозамещения, проводимой в России. Мы приглашаем всех наших партнеров к совместному производству оборудования и комплектующих более чем в 25 отраслях, включая машиностроение, электронную и легкую промышленность, сельское хозяйство. Подчеркну значимость принятия концепции формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Реализация данных решений поспособствует усилению экономического потенциала ЕАЭС, так как рынок энергоносителей является важным фактором производственной цепочки и от его предсказуемости зачастую зависит возможность устойчивого экономического роста. Цены на углеводородное сырье на пространстве ЕАЭС должны способствовать повышению конкурентоспособностей производимых на нашем пространстве товаров. Транспорт и логистика, услуги и финансы – все эти сферы также требуют приведения к общему знаменателю и выработке единых правил. По итогам встречи лидеры «пятерки» утвердили основные ориентиры макроэкономической политики. Их реализацией займутся министры Евразийской комиссии и подвели итоги международной деятельности ЕАЭС в прошлом году. В следующий раз в таком же составе президенты договорились собраться в предновогодней Москве. Евразийскому союзу не хватает координации. Это общее мнение всех президентов. И это касается экономики. Страны до сих пор не вышли на единую промышленную и аграрную политику финансов. Девальвация в одном государстве автоматически бьет по производителям соседей. Также еще только предстоит научиться работать сообща на внешних рынках, чтобы защищать и продвигать не в отдельности белорусские, российские или казахстанские товары, а продукцию, сделанную в Евразийском союзе. В общем, пройден большой путь, и сегодня президенты выразили готовность двигаться дальше, даже несмотря на сложности. Александр Злобин, Дмитрий Буй, ОНТ, Астана.